Всем большой привет! Привет, ребята, товарищи! Вы, кстати, как раз вовремя подоспели в самую пуговичку, потому что у нас сегодня запланировано и уже совершается в данный момент интересное достаточно пешее рыбацкое путешествие. Мы сегодня поехали в деревню Мартьянова, собрались вот такими большими рюкзачками и сейчас шуруем по лесной красивой дорожке, пока еще полевой, но она потом станет лесной, до урочища Валегова, что находится рядом с пещерным камнем. В общем, сейчас пока идем, что-то подснимаем, какие-то прикольные природные кадры, лесные, полевые и погодные. Давайте, буду рад вашей компании, потому что идти нам сейчас километров 7. Вот так. А вот и первая техника, попавшаяся нам. Да, если бы я сюда попытался поехать на машине, даже переехав в часовую вброд, то доехал я бы, скорее всего, максимум только досюда. Честно, без лебедочки, в одинокого. Зная, что здесь вот ходят такие трактора, я бы не рискнул. Знаете ли. Дорожка ведет в средней паршивости. Она не то, чтобы какая-то сильно заколеенная. Нет, тут есть, где разъехаться. Суть в том, что она глинистая какая-то. А этот минус. В этом году вообще, кстати, как-то странно обстоят дела с лосиной вошью. Мы уже который раз встречаем ее скопление на дороге, когда идем по дороге. Раньше такого не было, по крайней мере, на нашем личном опыте. Обычно это где-то в каком-то лесу, где молодой пихтач, ельник. Вот там эти твари атаковали. А сейчас уже просто лесная дорожка. И здрасте, приехали. Последний привал. Осталось чуть меньше километра. Ксюша вон поймала бабочку в объектив. Отдыхаем. И вот туда вперед уже какие-то полевые моменты появляются. Бывшие деревни Олегово. Там потом часовая прижмется уже. И мы выйдем на нашу точку. Мы сняли. Девушки отдыхают. Да. Мы сняли. фух ребятушки мы вышли наконец-таки на вершину скалы свернулись дорожки буквально 20 метров подсекли нужную тропинку заросшую паутиной и завалено деревьями вот и выходим на пещерный камень такие дела не самое легкое путешествие но и не самое сложное сейчас спустимся разобьем палатку сварганем покушать поспим и рыбачить а ксюша уже там черничать понятно ребята мы это сделали он спустились с того склона и вышли на тропу войны с той стояночкой вот так вот выглядит наш сегодня лагерь мы уже загрузили туда вовнутрь все свои вещи потому что наконец-таки чуть поспали и готовы идти на рыбалку палаточка в самая простецкая взята была когда-то в спортмастере жаркая достаточно не влагостойкая но она легкая по сравнению с нашей основной что там чуть больше килограмма по моему ее вес так мало места очень занимает нам на двоих с нашей комплекции самое то мы сейчас уже чай пропустили чуть-чуть здесь присмотрели как и где будем жить вечером топорик я тоже уже достал собственно сейчас пойдем рыбачить на вечером уже сюда вернемся кстати вот надо еще что ребят вам показать так это то что сейчас вы видите низкую воду на реке кто помнит мой сериал прошлогодний вода была вот вот под вот этот камень наверное скорее всего доходило если не дальше то есть это все было залито соответственно тело вот этого ручьяка мы не видели на самом деле там бушевал пещерный ручей а вот на самом деле тут есть отличный родничок водички с собой брать в по низкой воде не нужно тут даже черпачок фото вот повесил о картик на по очень похоже крупный хорячка по ходу все достаточно протянула ого это хариус граммов на 300 я думаю а может даже полу килушник сейчас смотреть будем вообще тюма наберем аккуратно и не отпускай он все будет сильно трепахаться это граммов я думаю 400 скорее всего в этом хариус есть вот и все ксюша его отпустила ну мы в принципе его не должны были брать хороших колес твой самых крупных арест жизни малюсенькая рыбка ножичка домашний снимает она маленьком и это у нас голавлик голавлик да голавлик вот такой вот маленький жучок и голавлик оп есть теперь у меня харчонок такой тоже неплохой граммов 150 200 спасибо тебе друг вот солидно ребёнок он стоит здесь держится моих ногах сейчас какой же ты красивый парень ну и хрен тебя на дне реально заметишь так вот такой дождь мы точно не заказывали не кто знал прогноз же давай туда же кидай там потому что у меня еще брал а харчонок вообще небольшой соточка даже меньше такой вот а ей дождь это плохо вот такой харюс опа да кто-то есть белавлик небольшой но нормально вот такой вот соточка 150 опа это тоже голавлик да хорошая голавля причем да куда-то травого не надо хорошая вообще грамм сколько 250 здесь все-таки есть голавлик и наш ну я думаю тут можно смело уже ручка оставить потому что ну в принципе голавлик определил свои зоны расположение сейчас мы только его все аккуратно освободим потому что все он за здрасте он нет вот он достойный представитель своего роду хорошая голавля отпускаем нечем учить большую плату ху уху ого Подмотай леску, подтягиваем потихоньку, пытаемся брать под голову. Главное, чтобы леска ей в рот не попала. Сильно не поднимай её, видишь, она на свечи идёт. Ну давай я возьму, Ксюшкина щука, так давай сразу же отцепим приманку, подержи спиннинг, хорошая щука, на жука. Так, ну жалко, что, конечно, Ксюша не взяла эту щуку, ну, не килограмм, конечно, но грамм семьсот, я думаю, есть в ней, хорошая очень. Ксюшка довольна? Очень довольна, классно щука. Давай тогда мне спиннинги сделаем воплотку. Я, я уж с твоей щукой сфоткаюсь. Давай. Сейчас взвесил, щучка вышла на восемьсот десять грамм. Отличный агрегат для ультралайта на жука. Ага, спасибо тебе огромное, сказала Ксюша щуке, да? Спасибо. Давай выйдем тебя сейчас отпускать. Помучали мы, конечно, тебя нормально, но ты уж извиняй. Я думаю, ты у нас не Хариус, жить должна. О, какая свиночка. Товарищи зрители, помните вы у меня? Некоторые особенно просили, что Ксюша побольше бы ловила. Вот. Опа. Всю траву собрал. Чичмек. Но пойдет. Да, кстати, воблер. Вот такой вот смит каменчик. Черный с зеленой попкой. Очень интересная окраска, как по мне. Ну, просто для меня лично. Рыбе-то пофиг. Наконец-то. Да. Наконец-то. Рыбе-то. 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 тут у ксюхи очень толковый головлик поэтому вот это вот мелочь вам покажем пустим ксюша полуки лужку по моему поймала никак не меньше а может даже и больше грамм 700 я наверное его оценивал на обычную вертушку 2 0 копия на глиалонг на вот здесь этого крепко держи если начать дыркаться ты прямо поджимай вот он какой хороший давайте кому его взвесим 470 толщины когда кажется больше мы перешли сейчас на рыбалку вернее будем пробовать муран вип еще ни разу не обкатывали надеемся что несколько некоторое количество головликов именно заинтересуется этой блесной наконец-то это у меня фрикционно расслаблен для хореса так небольшой вот собственно ребята разловлен муран вип вот такой интересной расцветки сердечника бело-красный лепесток как у оакки только просверлены отверстия по центру я освободи мы тебя не сцит товарищ жить будешь только кроме нас никому не попадайся это заберут тебя и скушает конечно на расслабленном фрикционе вываживать кого-то кто еще щука что ли судя по всему широгайка не особо крупная вряд ли больше граммов 400 вот и я хоть щучка обрюбился я немножко отойду чтобы она в траву здесь не пошла ну и самый цимус теперь ее брать вот такая вот немаленькая но и небольшая ну что ребят рыбалочка как обычно удалось бывает ли у нас по-другому очень редко а так целого шукаем не давай не играет дурочку опа кого-то взял ельчик наконец-то наконец-то ребята ельчик вот ельчик тоже любит вертушку вип хороший хороший а ксюшка тащит тоже ельчик наверно и лапчик не поднимай его достаточно большего для подъема лучше залезку грамм 200 ксения галавль вертушка муран вип и грамм 200 такой же как у тебя сейчас по мелкому головлю мы сегодня опять с тобой отрываемся забагрился за подбородочек иди товарищ спасибо тебе отлично опять 200 ну да хорошо ведь а если со слабым фрикционом то нилое дело слушать это целая песня 150 по 150 или по 200 а не окей всем здоровый граммов на 150 горбач шикардосный носяк сюха сегодня суповый набор из собрала так ты мне еще помог все эти яички поймал сюха и крупная вроде нифига себе ты посмотри она ни в траву не за это один на миллион шанс она схватила твоего головля понимаешь который клюнул тебя на блесну это вообще ребята что-то с чем-то она не хочет его отдавать самое интересное что причем щука келушка опять ксюха говорит ягарит траву поймала а у нас тут так сюда щука отпустила ну почему не спасти ну да голавлик не выживет скорее всего продербанила нехило да вот такая так ребята бывают клюнул голавлик себе а щука поступила нехорошо атаковав его да щука келушка ну давай отпускай его куда-нибудь может быть каким-то не знаю макаром выживет ну либо кормом станет ну все завечерело мы пришли на стоянку растопили костер не использовав ни кусочка бересты ни сухого горючего благо есть много пихтовых сухих и веточек тоненьких которые от простой зажигалки вспыхивают сейчас будем готовить супчик вечерний с тушенкой и надо будет на боковую идти потому что завтра утром планируем выйти снова на рыбалку вечер получился насыщенным мы подустали нам необходимо отдохнуть ну а вы отдохните секунд пять и уже будет утро небольшая поправка ребят возвращаемся мы не в утро уже в день и потому что мы поспать любим это думаю уже все знают сейчас где-то уже одиннадцать растопили снова костерок ждем чаек ну и будем пытаться рыбачить сегодня очень очень ветрено попозже потом покажу волна идет против течения большая ветряная не знаю получится что-нибудь или нет но сколько-то времени мы потратим на попытки поимок отошли ненадолго от лагеря только начали рыбалку и ксюша на вертушку тут же граммов на 300 головлика ловит давай покажите нам его пожалуйста такой вот может даже 250 может быть первый забросом ловит сразу же красавец молодец ксюша дельфинчиком давал пока менял приманку у ксюши долбанул хороший окунь граммов 120 130 150 шикарный окушок вот ради интереса давайте его взвесим сколько вот такой вес весит ксюшка отпускает окуня на 140 грамм еще одна проба пера АКХОТ 3 грамма а вот и рыба головленыш ну по ходу сегодня у него предпочтение наверное в вертушку будет упираться небольшой ху-ху ребята на вертушку я бузгнул лобастово граммов на 500 может побольше грамм 700 ху-ху-ху сейчас мы его выгранулся слушай но хорошо сел как вам такой агрегатик агрегатик по мне так очень даже агрегатик 620 620 грамм 620 грамм ребята это не крупный но все же точка распечатана по головлю прямо напротив лужайчиного камня серебряная рыба серебряная рыба и давай гуляй ух ты окушок огонь уху теперь у меня горбачок граммов на 120-130 наверно а даже в экран не помещается хороший ушел обратно щука ну что ребятки вот сегодня там и щучку как раз таки и будем брать парочку штучек нам надо родных и близких понадобить на себя конечно первую очередь так что вот это вот щукино отправиться домой сегодня с нами ну не знаю тут видно не видно будет но ксюша поймала щучку граммов на 300 наверное сейчас будет конечно же отпускать Субтитры сделал DimaTorzok 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 пахнет вкусно не знаю с чем пока будем пробовать в общем там оливковое масло какая-то сухая смесь бульон приправа которые наверно мясная вероятно не знаю в общем ребят слюнки текут пора уже есть ну вот собственно это остатки в олиговской деревне по моему в 3 серии моего сплава прошлогоднего было показано ну вот мы оказались тут еще раз красиво спокойно и уютно